Привет, зритель! Сейчас будет обзор заказа Сазон. Я на днях делала шоколад самопальный, веганский, кокосовое масло, рафинированное, дезодорированное, но, оказывается, практически нихрена не пахнет кокосом, на нём очень хорошо жарить и хорошо добавлять еду. Ну, не всегда аромат кокоса в вкусной еде, как я заметила, когда готовила на обычном кокосовом масло фирмы. Парашют, кстати, куплено на Азоне, это очень хорошее масло, если вдруг сомневаетесь, стоит ли покупать оно, по-моему, сейчас на Азоне литр тысячи миллилитров за тысячу рублей, или воздушит жаба, или ещё что-то, или ищите аналог, или типа того, не сомневайтесь, покупайте парашют на Азоне. Это кокосовое масло, в смысле. Короче, какао-парашют, кокосовое масло, финики по 100 грамм каждого, и там уже грецкие орехи так в навесах были. И я прониклась этим какао, шоколадом горьким, и посмотрела, что, ну, можно, в принципе, заменять, или брать какао-порошок, какао-масло, ну, там, какой-нибудь типа финик. А можно заменить какао-масло кокосовым маслом, так как у меня из всего какао было только порошок, и я давно хотела что-нибудь, ну, у меня есть как бы, кокосовое, пардон, какао-масло в аптеке купленное, я его даже обозревала от Мирола, действительно очень хорошее, хорошо вот на руки наносить. Сейчас самое, а то вот чуть-чуть не углядел, и кожа снова сухая. Ну, у меня пока она один раз только была до крови, и то, и потому что я в саду чуть-чуть поработала, как-то, ну, неудачно погода сложилась. И в итоге я часа четыре потратила на то, чтобы сначала на Азоне думала, то ли то заказать, то ли это, то ли не это, потом на других сайтах аналоги посмотреть. Потом нашла какой-то сайт, вроде всё ништяк, и цена даже такая как бы подешевле, чем на Азоне, но там посмотрела, в общем, допустим, на Азоне доставка на базу выдачи 99 рублей, ну, 100 без копейки, 100 без рубля, 99 рублей, значит, доставка на базу выдачи в Угличе. А там Почта России вроде как бы оно выходит дешевле, даже с учётом этой Почты России, но какая-то ещё доплата за доставку Почты России, я что-то так похреневала, думаю, да пошли вы с задницей, пошла на Азоне, пока там это было, в двух экземплярах оставалось то, что я хотела купить, вот купила, и сегодня мне пришло. И, значит, короче, значит, думаю, сейчас закажу, если оно ещё там, там я заказала, сделала заказ, оплатила, там оно в одном экземпляре осталось. Короче, я ещё увидела какао, который я покупаю, как раз я его использовала в своём шоколаде, ростовской фирмы, фабрики ростовской, вот, который не Ростов-на-Доно, который Ростов-Великий, но при этом очень маленький, и он в Ярославской области находится, практически рядом с Угличем граничит, и я как-то покупала спинка подруги, мне посоветовала это какао. Потом, значит, я его ещё раз покупала, и, кажется, второй раз покупала уже, ну, в Ашане, и я его только в Ашане не видела, и, в общем, оно у меня закончилось, у меня осталось там, ну, может, полпакетика, грамм 50, там 100 грамм пакетик, и оно 150 рублей с чем-то там копеек, ну, допустим, 50 рублей 90 копеек, или типа того в Ашане, а тут оно внезапно на зоне 43 рубля, типа скидка, так оно там типа по 52 рубля, или по 53 рубля, я выбрала себе пакетик какао, какао-бобы, романтические палки, потому что у меня остались буквально, рука дотянулась, розовые, тут штуки 4 осталось, и я не знаю, может, они уже там пересохли от жизни своей, или хрен знает сколько им лет, ну, лет, может, 15, в общем, так вот, ну, и они как бы, хотелось что-то такого не совсем розового, аромата такого нейтрального, и в итоге я почитала отзывы, посмотрела, то, сё, и конусы, у меня были такие конусы раньше от Эйвен, но они воняли какой-то хренью, и я помню, у меня их потом кто-то выпросил, и я их кому-то отдала, задарила, или типа того. Ну, так как выпросили, то, можно сказать, задарила, потому что одно дело, когда сам отдаёшь, другое дело, когда вымаливают. И я посмотрела, почитала эти отзывы, думаю, ну, закажу эти конусы с лавандой, и, значит, опустим маленькие, не совсем приятные, скажем, не то чтобы неприятные, странные моменты при получении, но дошло, оно должно было доставиться 21-го или 22-го. Оно доставилось сегодня, я собиралась на поле за облепихой, но мне приходит смс, когда практически в момент выхода из дома, я резко поменяла планы, поехала на базу выдачи Озон забирать свой заказ, где-то в 3, в полчетвёртого, что ли, оно пришло, или в 3 смс-ка. Но я уже удалила смс-ку, так что, к сожалению, ничего сказать не могу, но я могу глянуть, когда я заказала этот заказ, вообще оформила заказ. Так, либо у меня там где-то ещё осталась смс-ка. Так, не поверите, в 3 утра я сделала заказ в субботу в 3 утра. Ну да, у меня случилась бессонница очередная, я вот оплатила этот, в общем, субботу, я оплатила, в воскресенье оно вроде как отправилось, я ещё так удивилась, в воскресенье внезапно отправилось. И вот во вторник, сегодня вторник, 15-е кутября оно дошло. Почему кутября? По-моему, какая-то специальная очепятка потроллить одного чувака с тифаретником. Так что иногда у меня бывает там в инфобоксе кутября, или даже в названии ролика кутября, это не очепятка. Это не случайно, это специально. Короче, 2 коробочки, я не догоняю, зачем они в 2 коробочках, иногда у некоторых там в 3 коробочках один заказ распихивают. Хотя там были какие-то продавец, ну, типа, чисто озонный продавец, который сотрудничает с озоном, или как-то там, уж не знаю, поставщик озона. Может быть, из-за этого, конечно, связано. Но я что-то как-то по-разному формировала заказ, я ещё что-то хотела заказать, потом передумала, потом в итоге я сначала хотела заказать какао-масло и какао-тертое. Но какао-тертое почему-то выглядело плиточками, кусочками, а какао-масло тоже кусочками, почти плиточками. Я пошла гуглить в Яндекс и читать кучу информации. В общем, почему в 3 заказала? Потому что я где-то с 11 загналась этой темой и читала много информации, что и как узнала, поняла уже после очередной статьи прочитанной, что какао-бобы вполне можно дома раздолбать, ну, там или отмочить чуть-чуть их, а потом очистить и помолоть в кофемолке, или чуть-чуть обжарить, короче, кому интересно, погуглите любой поисковик, забейте, почитайте. И, в общем, это реально вполне себе сделать дома. И что какао-тертое, изначально идёт какао-масса, потом из какао-массы выделяется какао-тертое и какао-масло. И, в принципе, чисто вот чтобы делать конфеты, там шоколад, да, вполне сойдёт какао-масса. И мне, в принципе, и надо-то было какао-массу. А какао-бобы я давно хотела увидеть живую, и, в принципе, ну, думала, можно ли дома что-то из них готовить. Самой, без покупки чего-то. И какао-бобы в итоге дешевле было купить одни какао-бобы, чем, допустим, то же какао-массло, которое тот же формул, ну, те же 200, допустим, грамм, и они стоили в два с лишним раза дороже. Или даже той же фирмы в два с лишним раза дороже. Или какао-тертое. Ну, и читала отзывы, что, в общем, у меня как-то всё-таки какао-тертое казалось, что оно тёртое, и вот оно, ну, реально порошком. Вот я пока не поняла, откуда какао-порошок извлекается из какао-тертого. Или откуда, в общем, какао-тертое меня смустило своим видом. В итоге выбор пал на вот то, что я заказала. Так как я не очень уверена, что где. Но чисто, что вот это вот полегче, вот это потяжелее. Здесь, наверное, всё-таки какао. Я тогда пока сначала дала открою. Да, вот открыть мне там не удалось. Когда я лапу потянула за открыт, мне уже подали бумажку, чтобы я расписалась и свалила. Ну, скажем так, я считаю, что люди, которые страдают с лёгкой такой, ну, не знаю, тяжёлой в общении, они сами страдают от своей вот этой тяжести общений. Даже чисто вот есть... Вчера редакт перезаривали. Позавчера делала редакт. Короче, Магирека, 10 глава. «Сейчас я землю, пардон». И там такие девочки, подружки Рена, Чан и Каэда Чан. И вот Рен такая, местами цундера. Ну, и она такая... И есть в ВКонтакте группа, помимо игры по Магирека и самой группе по Мадоке, по персонажам игры Магирека, по миру Магирека. И там, соответственно, иногда, то, чтобы иногда она полностью там посвящена, периодически про разных персонажей идёт информашка. И вот там также есть информашка про Каэда и Рену. И вот про Рену там как раз написано, что вот она переживает от того, что она не может нормально реагировать на какие-то вещи и иногда грубит людям и тому подобное. Ну, и я вот к тому и веду, что когда я шла ещё сегодня из базы выдачи до Ашана, то пришла, так подумала, думаю, наверняка этому человеку тоже не очень комфортно от того, что он весь такой вот слегка хамовастый. В общем, что тут у нас? Палочки. Палочки фирмы НЭМ. Есть ещё какая-то фирма, я не помню название, она тоже хорошая, но НЭМ вообще отлично. У меня раньше очень много всяких палочек этой НЭМ было. У нас был ещё такой магазин с восточной всякой требухой. Я там и аромалампу, нет, аромалампу свою покупала в аптеке на часовом удобрении, потом аромалампу другую, которую я человеку специально потом дарила, две аромалампы разным людям специально покупала, специально дарила, и кучу масел там покупала, и ещё я там покупала фигню. Кто вот из стареньких подписчиков или новоприбывших и начал смотреть, допустим, старые такие мои первые видео, там в роликах должно было фоном быть такая красная фигня, типа китайский колокольчик или что-то такое с перьями. Вот я её тоже там покупала, сундучок у меня один, в котором сейчас чай хранится, в другом сундучке, который мне дарила подружка, в нём, с чаем изначально она дарила, сейчас в нём серебро хранится всякое, златое серебро, ювелирка, короче. А вот в одном сундучке, я, конечно, его могу достать, но не очень удобно будет. Вот, в общем, я его тоже там покупала, один из сундучков там покупала, обезьянку покупала металлическую, с ляпкой такую в свою коллекцию, и очень много аромопалочек там брала. Во-первых, было, ну, выбор именно конкретный, такой большой, часто менялся, и, во-вторых, там как бы приемлемые цены были, честно, я не помню, почём. Там можно было и свечки вот эти в гильзе купить, и поштучно, и куча. Я вот вчера буквально в чёрном коте была, оказывается, у нас чёрный кот только у этого самого, между третьей и четвёртой школой, короче говоря, в центре, оказывается, это, как же его, лабиринт, мне ближний родственник сказал. А я никогда не обращала внимания на зазвание сверху, чёрный кот всё время был, ну, как-то он менялся, помню. И, в общем, в чёрном коте я покупала свечки, которые лет пять назад, я давно не покупала вообще свечки в гильзах, у меня как-то был такой конкретный запас, я ещё раздаривала при случае, если просили, даже давала, потому что у меня как бы есть, оно сжать не просит, лежит. И много, ну, чё оно, я так особо, не особо сейчас вот так вот, чтобы каждый день, допустим, там круглосуточь нажгла, или там румолампу, или ту же фундюшку. Ну, и они вдруг внезапно закончили, 20 стали, там 2 штуки осталось, и вот человеку набло, и мне, и я зашла. То, что в коте раньше стоило 5 лет назад 29,90, стало 49,90, ещё вот в Ашане сегодня последние 2 упаковки каждодневных по 10 штук этих самых свечек взяла. Ну, в общем, на зоне я хотела сначала заказать, меня как-то смутила цена, 107 рублей за 10 штук, 49,90 в коте, 41 с чем-то там, правда в коте не поуже, 41 с чем-то там, один в один такие же свечки, каждодневные в Ашане. В общем, весь у меня заказ вышел, чеков-то теперь нету, чек-то у меня только в электронном варианте, я сейчас обратно в эту смс-ку зайду. Я ещё баллами спасибо оплатила, баллов на озон у меня вообще сейчас нету, но вот спасибо, у меня было что-то 90 с чем-то. Вместе с доставкой, а, всё, вспомнила, вместе с доставкой она стоила 530, мне обошёлся заказ, ну вот за вычет там 92, что ли, рубля этих бонусов, или как-то так, 437 рублей 73 копейки я заплатила. Ой, блин, телефон, не падай. У меня тут заряжается он. Короче говоря, вот все, по-моему, палочки или большая часть были по 50 рублей. Вот сейчас умудрилась безопасно отсобачить этот озон. Можете, если что, отсканировать его и тоже купить. Сидар. Сейчас скажу, чем оно тут. Тут, по-моему, 8 стиков, если мне память не изменяет. Состав. Так, ароматическая эссенция, бамбук, да, 8 палочек в упаковке. И, по-моему, это должна быть кедр. И сейчас мы узнаем. Мне, кстати, аромопалочки дарила подписчица Делиарану в большом количестве, но они у меня, к сожалению, все уже давно закончились. Еще Алена О. Они, по-моему, или были, или будут в пустых баночках. Были, наверное, уже. Так, а что-то отсюда не достать. И вот мои, которые я 100 лет назад покупала. У меня там 4 штуки розовых. осталось. Рюзель. Доставайтесь. Они издеваются. Они не хотят доставаться. Во! Они достались. Вот они вот так вот запакованные. Ну, в принципе, у НЭМ так обычно и бывает. Мне одолели комары две недели уже как. Причем сначала был какой-то один неубиваемый со вчерашнего вечера. Их аж дофига и больше. Штук пять точно. Я троих отправила к праотцам вчера, еще двоих, но их как-то не уменьшается. В общем, хвойкой такой пахнет. Я думаю, сейчас может сегодня ее зажечь. Обычно аромопалочки, если я их зажигаю, они на меня действуют бодряще. Ой, я прорвала этой палочкой. Ну, в общем, вот аромопалочки. Сюда пока положу. Хотя можно и лавандовый конус зажечь. Малюсенькая штучка. Тут бумаги дофига и больше. Интересно, в эту коробочку что можно положить. У меня есть яблоки победа, но они повыше, чем от коробочки. Вряд ли сюда можно их, если только лук сложить. Потому что все равно придется куда-то складывать. У меня там на балконе на тумбочке лежит наверху. Лаванда конусы. Бамбуковая основа, ароматическая эссенция. 10 конусов. Сейчас мы с вами это откроем. Вот я сейчас этот вам штрих покажу. Можете отсканировать. На паузу нажмете и сканируете в удовольствие. такой малышенький пакетик. Как сказать-то тебе? У меня с собой только а вот я так открыла. Ножик только канцелярский. Я думала они под цвет лаванды. Они вот такие конусы. Малюсенькие. Нет, тогда в Эйвоне они побольше были где-то вот на сток наверное может на полтора сантиметра по высоте и так тоже побольше по себе. И там была какая-то подставка. Но я подставку потом подарила кому-то из девочек знакомых. Вообще я вот так подумала по-моему я не встречала пока вот так конкретно мальчиков знакомых которые бы страдали аромопалками или конусами или аромомаслами. Ну может быть там в прошлой жизни полтора землекопа было, которые сначала типа такие все верующие в какой-нибудь абсолют, а потом внезапно в православие ударившиеся головой или еще чем-нибудь. Ну вот они возможно этим страдали. Но это было так давно мы даже уже и не общаемся. я даже подозреваю при встрече не придется делать вид ни мне ни человеку что мы друг друга не знаем потому что я тупо не узнаю человека и человек скорее всего меня может быть даже уже не вспомнит. Но вот зрители если среди вот тех кто мужеского пола меня смотрит там эти 13% из 100 аудитории у меня где-то большая часть женщины если вдруг кто-нибудь из мужчин ладно парней вдруг узрит этот ролик и вы при этом таким страдаете дайте в камер это знать ну или там может какая-нибудь девушка знающая какого-нибудь мальчика который таким страдает типа вот у меня там брат муж сын и так далее вот этим страдает просто интересно так несмотря на то что у меня есть ролик с обзором с этого Сашана ну несколько дней назад я уж не помню когда я там шастала большой такой закупилась там не только Сашана и он еще даже не слить с флешки у меня сейчас монтаж идет вообще так и что ты тут вырез уйди нахрен я сейчас даже приподниму это монтаж жиротвы очередной так вот я специально сейчас монтаж жиротвы очередной за 30 июня сделала чтобы записать вот это и пока я пишу оно смонтироваться и смонтировать это тоже а вот тот который это с основной кстати флешки 64 гига которая с камеры на которую я сейчас как раз пишу а те две там на одной у меня полторы флешки полтора дня точнее из деревни в какой-то мой приезд летом и вот следующая флешка как раз я там готовила недавно что-то и потом еще с Ашана обзор делала деревня я так не уехала я в саду посмотрела на нашу оставшуюся немножко совсем маленький такой кустик арония это черная рябина и на ней там несколько веточек было я их сняла они уже такие подсушенные но деревня тоже уже подсохшая а красную рябину скорее всего уже птички обоглодали ну и подумала что если что если мне там родственники поедут убирать пчел в прошлом году у нас по-моему родственники родственников ну наши родственники убирали пчел местные если в этом году вот обычно наш как бы кто-то из родней едет если поедут и вот местечко я так это с ними съезжу посмотрю на эту рябину в каком она состоянии конечно красные сейчас только вспомню эти красные маленькие яблочки наверное уже опали китайка но я из нее совсем чуть-чуть тогда собрала в деревне когда была последний раз и сделала это маленькое такое варенье уже в угличе и может быть Калина если и была то тоже ну Калина возможно как бы она еще и сохранится если она была действительно тогда возможно попаду в деревню если поедет кто у нас пчел убирать и вот место а так уже я ну решила что что-то как-то когда были нормальные погоды то я тут помирала то какие-то дела возникали то еще кто-то являлся то что-то получалось то просто ужалась в общем не решила я не ездить и у нас дорогу уже там делали но у нас же как на начале лета должны были ее делать в июне но как обычно в России все не продумано все через нижнее полушарие мозга по большей части делается и в итоге у нас то ли проверка у них была то ли еще что-то делали эту дорогу когда я уезжала еще в начале сентября начали делать а потом пошли дожди все это развезло учитывая что там я не знаю чем люди думали они там до глины дочистили эту дорогу и то оперативно делали то это все забросили ссылаясь на то что вот ну дожди же ну как бы если у человека немножко не хватает где-то то это не природа видовато это человек сам хотя там скажем так по большей части рабочий приказывает начальство все такое палка о двух концах но суть такая что дорогу так развезло что автобус ходит до Шишкина от Шишкина как мне тут сообщили забирает машина что-то типа грузовика покрытого вот каким-то там трендом короче тканью какой-то покрытой и эти люди вот пассажиры уже едут в этой машине через эти буераки или там вообще трактор короче несколько напряжно туда ехать сейчас таким ходом но и холодно как-то так что вот так мне какая-то что это а эта бумажка так выгреет упаковочка короче вот она слезет у нас какао-бобы я так поняла я раньше думала что какао-бобы на шоколадах обычно бабаевских такая красивая лолочка разрезается и там куча-куча бобиков таких бобов бабушечек а тут на самом деле такая фиговина ну кожица там еще какой-то слой потом такая белая фигня и там вот через определенные расстояния натыканы эти бобы которые сначала очищаешь эту шкурку а потом уже вот в самом внутри это то самое какао интересно а ту белую фигню шкурку и вот то что содержат эти бобы ее как-то в пищу потребляют если вы в курсе вдруг дайте знать укрепляет зрение источник белка и клетчатки восстанавливает иммунитет источник незаменимых кислот какао-бобы лайт гусь тут правда стерла это слегка у этого лайт гуся и лайт гусь наклеен видимо там еще что-то было грин хаппи какао-бобы свежие какао-бобы используются для производства порошка крупки кстати я видела там крупку какую-то на озоне и кто-то ее пытался заваривать в какао ругался что это крупка значит они растворяются на себе всегда прикалывают такие люди вот написано на продукте вот что с ним делать и что от него ожидать и находятся всегда такие фееристы которые ожидают того чего как бы нереально там ожидать еще не годуя пишут свое для домашнего использования в качестве натуральной ценной пищевой добавки бобы подходят для вегетариан для вегетариан для вегетарианского вегетарианского и сыроедческого питания я ни то ни другое ни третье но меня периодически плющут на все эти веганские вегетарианские рецепты потому что по большей части которые я вот нахожу или то что я там делаю они ну проще или веганский вариант какого-то рецепта который едят веган так хранить при температуре от 18 плюс минус 3 градуса короче от 15 до 21 градуса и относительной влажности воздуха не более 70% состав какао бы 100% происхождение квадр изготовитель колорист московский область город Подольск адрес производства вообще Питер внезапно улица Калинина срок годности 24 месяца дата изготовления смельной упаковки свежие люди 2 октября этого года 2 октября 2019 года 250 грамм 270 рублей они стоили 250 грамм я вот подумала несмотря на то что там на все вот эти какао-бобы по большей части были негативные отзывы надо потом написать еще на прошлое мои какие-то заказы надо написать никак не сделаю у меня там висит письмо типа оставьте отзыв на товары смотрите озон он вот здесь подвесил эту наклеечку а то обычно это наклеечка где-нибудь на очень нужной информации спасибо тебе озон что клеишь наклеечку в этот раз да еще ее можно отклеить безболезненно так что она и безболезненно отклеивается и не на нужной информации бабушечки я-то всегда представляла что какао-бобы ну вот знаете как это фасоль бобы которые тупо бобы вот именно так и выглядит но они слегка не так выглядят как я думала не то чтобы у меня там какой-то шок был но просто интересно удивительно я специально посмотрела в сети как выглядит обычная какао-бобы без обработки и посмотрела там написано ну как бы два сорта есть и что нормальные хорошие качественные бобы они вот именно вот так и должны выглядеть как-то блекло стрёмно страшненько и непонятно как это как вот курага никакой Е202 или что-то там никакой серой не обработанной тоже выглядит так страшно вот и какао про который я говорила многоразовая застежка зип сохраняется из продукта какао роял какао порошок натуральный премиум вместо нет это 100 грамм здесь у нас вот в этом месте наклейка сейчас попробуем ее отцебачить вот эта бумажка она хорошо отцебачилась а вот здесь уже не очень тогда не буду отцебачивать к тому же там уже тут номер кстати не этот не убрался можете ставить на паузу и сканировать этот номер правда я вам не показала ну на чем бы показать так в общем вот этот вот номер это на то какао правда когда я делала заказ как я говорила уже в начале ролика там оставалась только одна пачечка но я думаю там еще будет пачечка когда-нибудь это у нас сделано в июле 2019 года точно такой же датой производства продается в Ашане 24 месяца ну в общем 2 года срок годности и состав натуральный какао-порошок вот вот ну и тут очередная бумажка и то что такая же маленькая коробочка да я когда-нибудь запишу вам какой-нибудь шуршащий АСМР допустим с моими цветочками с моего дня рождения которые сейчас уже октябрь они у меня все еще не вытащены из этой коробочки но у нас что-то стабильно то кто-то что-то ремонтит то проснешься вранищу у нас там крышу делают моя родня сказала под вопросом так подумала или еще что-то короче какие-то кирпичи хреначат так что глухонемой станет слышать глухой смысл станет слышать ну и как бы все как-то против АСМР потому что ночью я все-таки пытаюсь спать а если я не сплю то просто как-то все равно какие-то звуки шумы а днем вот ну то дети орут то собаки оют то еще какая-то хрень как-то не получается записать этот АСМР в общем всем спасибо кто осилил если вы уже покупали какао-бобы и что-то с ними делали можете поделиться своими восторгами негативом или еще чем-нибудь короче впечатлениями в комментах всем пока пока